Денежные знаки Узнали, как ходят в торговом обороте республики новые купюры. Опыт работы приветствуется. Станки «Авангарда» ждут новых рабочих рук. Русский лесной альянс Согласно подписанному сегодня соглашению, предприятие должно предоставлять правительству региона ежеквартальные отчеты о проделанной работе, а также плановые производственные нормативы на год следующий. Что касается рабочих мест, то теперь Русский лесной альянс обязуется принимать меры по их сохранению. Не допускать массовых увольнений работников, обеспечивать ежегодный рост фонда оплаты труда и принимать участие в реализации социальных программ. Обязательство берет на себя и правительство Карелии, в частности, принимать меры по обеспечиванию сырьем и стимулировать инвестиционную деятельность. Бизнес мы должны очень серьезно поддержать. Это, наверное, сегодня самая основная наша задача. В полном объеме мы сможем решить все социальные задачи, которые стоят перед правительством. То, что ожидает население, мы сможем сделать только в рамках ускорения развития собственной экономики. Развитие лесопромышленного комплекса – одна из приоритетных задач карельского правительства, отметил Артур Парфенчиков. Подобные соглашения планируется подписать со всеми крупнейшими организациями ЛПК региона. Другое карельское предприятие только набирает обороты, а заодно и рабочих. Руководство возрожденного и теперь машина строительного завода «Авангард» зовет на работу больше сотни человек, у кого есть шанс занять свободные станки, выяснял Эдуард Тур. Андрей Казарес на «Авангарде» недавно. Пару месяцев назад мужчина решил сменить профессию. Пошел двухмесячное обучение в индустриальном колледже и устроился на стажировку в цех машиностроительного завода. Меня всегда привлекал станок с самого детства. Мне нравится светло, тепло, рабочий день. В 4 часа дня я уже свободен, я могу заниматься уже своими делами. За два месяца в учебном заведении Андрей узнал только основы токарного дела. Теперь повышать мастерство ему и другим стажерам помогают опытные наставники. Те, кто провел на «Авангарде» не один год. Работаю и строю ящиком давно уже, лет 30, наверное. В основном на этом предприятии. Вот пришли ребята молодые, вроде грамотные, желание есть, остальное все научатся. История у «Авангарда» длинная. Открылся завод еще в конце 30-х годов прошлого века. Перед Второй мировой здесь готовили торпеды, после нее суда. Предприятие выпустило сотни рыболовных ботов, малых сейнеров, яхт, катеров и траулеров. Тем не менее, 8 лет назад «Авангард» стал банкротом. Работу в цеху возобновили только в 2016-м, когда завод выкупил новый собственник. Сегодня там вновь готовят судовое оборудование, лодочную гидравлику и другие механизмы. В планах предприятия наращивать мощности. Вторую и третью смену запустили бы и сейчас, но людей не хватает. В части специалистов требуются и токари, токари-расточники, фрезеровщики, слесаря механо-сборочных работ и слесаря по сборке металлоконструкций. Также требуется в штат и ИТР, это ОТК и технологи. Ну, все желательно как бы с опытом, конечно, работы. Найти таких специалистов пока трудно. Одни уже заняты, другие уехали в соседние регионы. К тому же молодежи на производстве мало. Средний возраст сотрудника – 50 лет. Частично решить проблему уже удалось. Помогла недавняя ярмарка вакансий. Ряд граждан получили направление на собеседование с работодателем, кто обладает нужными профессиями. Кому нужно подучиться, будут учиться на курсах от Управления труда и занятости. В Управлении труда и занятости подчеркнули, что обучают профессии в этом случае бесплатно. Пока на заводе работают 150 человек. В планах нанять почти столько же. Зарплату обещают от 25 до 50 тысяч. Сумма зависит от опыта и профессионализма. В следующем году «Авангарду» исполнится 80 лет. И похоже, что этот юбилей он встретит лучше, чем предыдущий. Эдуард Тур, Сергей Беляев, САМБА ТВ 360. Костомокшская рыбная компания уже в этом году начнет завоевывать рынок карельской столицы. Минцельхоз Республики поддержал идею строительства торговых павильонов в Петрозаводске, где можно будет купить рыбную продукцию предприятия «Калая Марьяпуэт». Для размещения специализированных нестационарных торговых объектов уже подбирают земельные участки в разных районах столицы Карелии. Сам проект пока рассчитан до 2020 года. На все уйдет 5 миллионов рублей, а 12 человек обретут работу. Предприятие «Калая Марьяпуэт» планирует реализовать в павильонах 84 тонны рыбы в год. Это радужная форель, озерная, речная рыба, а также рыбные полуфабрикаты. Продукция этой компании уже успела себя зарекомендовать. Многократно была отмечена золотыми и серебряными медалями международных продовольственных выставок. Реализация нового проекта расширит ассортимент рыбных товаров на розничном рынке Петрозаводска, а павильоны будут работать круглый год. В Карелии все спокойно. Так оценивают ситуацию с вводом в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в Национальном банке Республики и в Роспотребнадзоре. На горячую линию вала звонков нет, есть лишь единичное обращение. С банкирами пообщалась Светлана Воробьева. Новые банкноты поступили в Карелию еще в декабре. Их направили на почту России для выдачи пенсии. Так пожилые люди стали первыми счастливыми обладателями новеньких купюр. Сейчас Национальный банк продолжает выдавать 200-ки и 2000-е кредитным организациям и своим клиентам. Здесь подчеркивают, это просто деньги, не сувениры. И никакого ажиотажа вокруг них не должно быть. Просто сейчас эффект новизны работает, потому что, ну, кто-то пользуется, да, тем, что это вот такой новый денежный знак. И, ну, люди просто пытаются на этом сделать какой-то доход для себя. Эти денежные знаки не являются памятными. Они являются обыкновенными нормальными банкнотами наряду с другими банкнотами Банка России, которые присутствуют в денежном обращении. И обязаны приниматься всеми кредитными организациями, торговыми организациями, частными предпринимателями по нарисательной стоимости в соответствии с федеральным законом о Центральном банке Российской Федерации во все виды платежей. Тем не менее, есть случаи, когда новые банкноты отказываются принимать в магазине, боятся фальшивок. Нацбанки объясняют, как распознать правильную денежку. Для этого даже запущено мобильное приложение. А некоторые торговые организации провели обучение сотрудников и с обращением новых купюр. У них проблем нет. Новые деньги не принимают банкоматы, не настроена система. Но эту проблему обещают решить к лету. А если вам нужно положить их на карту или на счет, то это можно сделать в отделении любого банка с помощью операциониста. Светлана Воробьева, Борис Касьянов, Сампо ТВ 360. И еще про деньги. В Карелии открыли новый интернет-ресурс – портал «Бюджет для граждан». С декабря он работал в тестовом режиме, а сегодня запущен официально. С помощью портала жители республики смогут не только получить информацию о формировании и исполнении бюджетов разных уровней, но и самостоятельно рассчитать, например, транспортный налог. Подробности у Натальи Кузьминой. Бюджет.карелия.ру – электронный адрес нового портала. Он поделен на четыре основных блока. Во вкладке «Важно знать» – пользователи найдут информацию об административном делении республики, о том, что такое бюджет и как он формируется. Раздел «Бюджет» расскажет о формировании и исполнении главного финансового документа, как в Карелии в целом, так и в муниципальных образованиях. В разделе «Приоритеты» представлена информация о госпрограммах, госуслугах, налоговых льготах, а также реализации майских указов президента. С учетом отчетности, которая у нас на сегодняшний день есть, все указы здесь даны по номерам, что сюда входит в этот указ, что мы должны достичь, и указание периода отчетность. В блоке «Актуально» можно ознакомиться с путеводителем по порталу, узнать об актуальных мероприятиях и не только. Как рассказала министр финансов Карелии Елена Антошина, данные на портале понятны и доступны для различных категорий пользователей. В Минфине надеются, что ресурсом будут пользоваться не только государственные и муниципальные служащие, но и представители бизнеса, студенты и просто активное население. Надеемся, что с помощью портала граждане смогут повысить свою финансовую грамотность, получая актуальную информацию о бюджетах и своих местных бюджетах, самое главное, там, где они живут, в их местности, и смогут влиять на процесс распределения общественных финансов. Для этого у нас тоже предусмотрены соответствующие функции в этом портале. Ну и также осуществлять общественный контроль в бюджетной сфере. Портал постоянно обновляется в автоматическом режиме. В нем собрана воедино актуальная информация с сайтов различных министерств и ведомств. Новый интернет-ресурс отвечает всем современным требованиям. Тем не менее, работа по его совершенствованию продолжится. Учтут и мнения граждан. Высказать свои пожелания можно с помощью сервисов обратной связи, которые представлены на сайте. Наталья Кузьмина, Сергей Беляев, САМПО ТВ 360. Завтра состоится первое в этом году заседание Законодательного собрания Карелии. Над какими законопроектами будут работать в 2018 году карельские парламентарии, рассказал председатель депутатского корпуса республики Элисан Шандалович. Выслушал его Андрей Раев. Законопроекты, над которыми будут работать народные избранники, записаны в плане на первое полугодие, утвержденном в декабре года минувшего. У каждого из депутатов была возможность внести в него предложение и наиболее важные темы. Теперь с планом может познакомиться любой желающий, зайдя на парламентский сайт. Как рассказал председатель Законодательного собрания, главных тем будет несколько. Одна из них – льгота при выкупе земли для собственников блокированной застройки. Жилищное строительство в республике развивается, и часто новые дома представляют собой так называемые блок-секции. Особенно актуально это в Петрозаводске. Но пока что ставка оплаты в этом случае гораздо выше, чем для индивидуальной застройки. Ее-то и собираются снизить более чем в 10 раз. Строительство секционных домов для многих людей дешевле. Это и совместное проведение коммуникаций, и строительство фундаментов, истоков и так далее. Сегодня такая льгота существует для ИЖС, и от кадастровой стоимости люди оплачивают 2,5% вместо 30%. Еще одна важная тема – дополнительные меры охраны Ладожского и Анижского озер. Сейчас парламент собирает предложения в будущий федеральный закон. Нужен взвешенный документ, который бы помогал развивать инфраструктуру вокруг озера, при этом защищая озеро, а не ограничивая хозяйственную деятельность человека, что в принципе невозможно. Другой темой года станут изменения в закон об административных правонарушениях и нарушении правил благоустройства городов и поселков Карелии. Сегодня ввиду слабой административной ответственности он достаточно слабо и работает. Я надеюсь, что при принятии этого законопроекта нам удастся некоторые вещи упорядочить, но самое главное – сделать наши населенные пункты Республики Карелия чище. В этом году, 23 февраля, наша страна будет отмечать столетие Вооруженных сил России. В Карелии в связи с этой датой планируется ряд мероприятий. Одно из них – концерт первого состава ансамбля «Песняры». Об этом рассказали на заседании урокомитета «Победа», которое прошло под председательством главы Карелии Артура Парфенчикова. Уроки мужества, посвящение в юноармейцы, вручение памятных медалей ветеранам и концерт для них. Все мероприятия в рамках празднования 100-летия Вооруженных сил России для молодежи и ветеранов. Так, в Петрозаводском госуниверситете пройдет военно-историческая конференция. На ней выступят военные и историки. Расскажут о событиях, произошедших в Карелии с 1939 по 1941 год. Есть данные, которые будут очень малоизвестны. Мы, может быть, будем говорить о них впервые. Некоторое время назад, 23 февраля, у Вечного огня проходило торжественное построение всего Петрозаводского гарнизона. В этом году решили его возобновить. В этом году мы хотим эту традицию воссоздать. И воины Петрозаводского гарнизона будут находиться там же, совместе со всеми. И небольшое прохождение мы обязуемся провести. Более того, 22 февраля... Можно сразу предложение с кадетами? Можно попробовать? Абсолютно мы этот вопрос прорабатывали. Конечно, очень здорово, чтобы ветераны, действующие воины и подрастающее поколение, наши кадеты, они всегда были вместе в таких вопросах. В честь памятной даты учреждена медаль для ветеранов Вооруженных сил России. В дни празднования ее будут вручать в первую очередь тем, кто работает с молодыми. И, конечно, ветераном Великой Отечественной. На сегодня, по словам военкома, из 3900 ветеранов Вооруженных сил России, состоящих на учете в военкомате Карелии, тех, кто прошел войну, осталось всего 23. Светлана Воробьева, Борис Касьянов, Сампо ТВ, 360. «Дай лапу друг» – так называется новый проект в Петрозаводске, который реализуют на средства президентского гранта. Его выиграл первый Петрозаводский общественный приют для животных. Теперь в новом центре работы с детьми «Открытые сердца» подопечных будут лечить с элементами канистерапии с помощью собак. В прошлом бездомная Айра, сейчас специалист центра социальной работы с детьми «Открытые сердца». Лохматый терапевт уже встречается с маленькими пациентами. Ходит в городскую больницу. Задача Айры – спокойно лежать, чтобы дети могли сделать ей массаж или просто погладить. Так снимается стресс, и ребенок становится менее тревожным. «Вот такая вот собака и должна быть. То есть на лапу наступит, она спокойно должна к этому отнести. Шарик ненароком хлопнул, она должна спокойно». Работать терапевтами смогут не все животные. Собак будут отбирать. Отечественные и зарубежные научные исследования доказали эффективность канистерапии в адаптации к повседневной жизни детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, лечении острого стресса и психологических травм. В ближайшее время несколько собак первого общественного приюта пройдут тестирование и приступят к занятиям с детьми. «Мы будем рядом, мы будем смотреть, как это все будет развиваться, будем помогать. Я надеюсь, что это кому-то пригодится, кому-то поможет, кого-то сделать более здоровым и духовно, и физически». Юлия Кучеренко, Сергей Беляев, САМПО ТВ 360. И на этом у нас все. Завтра с новостями вас познакомит Андрей Раев, а я Анжела Маркевич. Пока с вами прощаюсь. До встречи. Продолжение следует...